15 декабря в Центре избиркоме подвели итоги парламентских выборов. По закону в течение двух недель вновь избранные парламентарии должны провести свое первое заседание. Именно с этого дня начинается деятельность депутатов нового созыва. Сейчас в Центре избирком поступают заявления от партии кандидатов об отсутствии препятствий для их регистрации. На сегодняшний день эти заявления уже поданы и сегодня-завтра мы уже подготовим и выдадим им МАДАТ, а также удостоверение. На сегодняшний день многие заявления подают, что у них не имеется таких должностей, которые не соответствовали депутатской деятельности. Подводим итоги все. Главное отличие минувших выборов – отсутствие административного ресурса и подкупа голосов. В целях проведения чистых и справедливых выборов антикоррупционным деловым советом при президенте была создана платформа за честные и справедливые выборы, за честь и достоинство страны. В данную организацию поступило 216 заявлений, которые рассматривались совместно с Центром избиркома. Разные заинтересованные участники в обеспечении честных и справедливых выборов сработали очень слаженно. Это и правоохранительные органы, и ЦИК. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что два фактора, главных фактора, которые присутствовали во время выборов Джоор-Кукинеш, они сыграли ключевую роль. Первое – это то, что законодательство было очень ужесточено. Именно по отношению к двум фактам – это подкуп голосов и административный ресурс. Причем те, которые были замешаны в административном ресурсе или в подкупе голосов, по отношению к данным лицам применялись сразу, юридическая оценка давалась и применялись административные наказания. Еще одним доказательством отсутствия подкупа голосов является низкая явка избирателей. Также эксперты акцентируют внимание на том, что в одном из столичных округов жители проголосовали против всех. Это говорит о том, что в этот раз избиратели сделали свой выбор, отталкиваясь от своих предпочтений без какого-либо влияния извне. Новые перевыборы – это тоже демонстрирует, что люди голосовали головой и осмотрели качество кандидата. На наш экспертный взгляд, действительно, эти выборы можно назвать, наверное, наиболее честными и наиболее прозрачными. Даже сама явка, достаточно низкая, которая была, она демонстрирует, что подкупа не было. В период проведения выборов и после их окончания одним из главных вопросов являлся вопрос безопасности, как отмечают эксперты. Несмотря на то, что после выборов были попытки дестабилизации ситуации в стране, государству удалось сохранить стабильность в государстве. Мы должны помнить, в какой ситуации проходили выборы. Это прежде всего сложная внутриполитическая обстановка и сложная обстановка на внешней политической арене. И поэтому проведение выборов в этой ситуации было очень волевым, смелым и своевременным решением. Как мы видим, все-таки определенная радикализация определенных политиков произошла. Но, опять же, показывает корректность действий органов национальной безопасности, которые из этого не устроили шоу, а спокойно провели ряд своих агентурно-оперативных, активных, так называемых мероприятий органов государственной безопасности. Абсолютно справилась с поставленной задачей главкома. И я считаю, что это большое достижение, большие успехи не только существенно органам государственной безопасности, но и в целом команды президента Садыра Жапарова. Напомним, что парламентские выборы в Кыргызстане состоялись 28 ноября. Эти выборы, в отличие от предыдущих, проходили по смешанной, то есть по мажоритарной и пропорциональной системе.